Есть у них набор Cold Zero и Fallen, два молотовых, две флешки и дым от команды из Бразилии. Ну и с другой стороны мы у нас видим два смока, довольно интересное решение от Liquid, есть щипчики от Nitro. Ну и это Push.B, слепой абсолютно, вынужден поменять позицию, игрок команды Liquid и Twist уже погибает. Nitro не может здесь зарядиться очень долго, в итоге тоже находит свою смерть. Команда SK Gaming довольно легко выходит на B-Plant и должна, конечно же, забирать пистолетный раунд. Я все, конечно, понимаю в случае с Team Liquid, но у вас три игрока закупили себе арморы, два игрока купили себе смок с диффускитами, да и без арморов. И вот эти два игрока, которые без арморов, выбегают на агрессию на B-Plant, их двое причем, я замечу, два опорника на B, оба без арморные, и оба, вместо того, чтобы откинуть смок какой-либо, у них у двух, у обоих смоки, бегут в агрессию на большие пески принимать. И я либо что-то в этой жизни не понимаю, либо это самый беспонтовый вариант вообще реализации такого бая. Ну, мы не увидели до конца задумку, естественно, поэтому сложно оценить. То есть, видимо, один смок должен был, может быть, даже на ранних таймингах отрезать быстрый выход SK Gaming. Ну и вот выиграли пистолетку, естественно, закуп шикарный у команды SK Gaming. Два калаша, три UMP, экономический от Liquid, при том мы видим, что это даже не полноценный такой форс, нет ни у кого из игроков американского коллектива арморов. Ну и три пустынных орла, P250 от Станислава, и очень медленно игра от SK Gaming, пытаются они взять под контроль всю карту. Играют очень пассивно на детской площадке, Coldzera уже прочекал, есть по нему информация. В итоге Coldzera забирает Станислава, твист на размене, Phelps с коннектора забирает нитро. Отличный выстрел, отличная тильба из UMP. И 4 в 3 ситуация, SK пойдут, вероятно, на Б-плэнд, уже понимают, где их оппоненты. Тут твист просто выпадает сверху на Phelps, забирает его, уже твист сделал два минуса. И 3 в 3 ситуация, здесь даже, наверное, стоит попробовать с UMP-шками побороться за этот раунд в команде Liquid. Атака находится в шорте, чекает коннектор. И довольно легко забирает твиста, и вот уже сейчас, наверное, с двумя UMP-шками нужно уходить на сейф. Конечно, конечно. Показал очень красиво нитро, да, как надо ретейкать отданный коннектор. Вот этот влет сумасшедший, и я думаю, что это, в принципе, хороший маневр, и, может быть, стоит даже подучиться. Така. Было бы неплохо, чтобы эпсерверы поражали SK, потому что мы не видим HP, но, к сожалению, они нас... Ну, это никого особо не волнует. Да, они нас не слышат. Да зачем тебе HP? Ты их видишь справа и слева. Количество патронов все равно не имеет никакого значения в Counter-Strike. Точно так же, как и Hell's Point, да, судя по всему? Нет, ну, в смысле Hell's Point, ты видишь хотя бы слева и справа. Все, инфа есть, есть, можно и поесть. Все хорошо. Окей. Армор какой-то тебе еще может быть нужен, да? О-о-о. Это все, это все бесполезная информация. Что касается SK, опять же, напоминаю, что это их карта сейчас, они первые ее карту со счетом 16-9, если я не ошибаюсь, проиграли. Это был Дэнгерно, если кто только к нам пришел. Ну и, конечно, Team Liquid сейчас будут что-то тут байить, но особо не стараться, да, то есть не закупаться по полной, по той причине, что в следующем у них будет уже девайсный. Эти две УМПХи могут сыграть, и интересно, куда их поставит Твист вместе с Элижем. Довольно быстро здесь SK занимает болото под Б-плентом и контролирует часть карты, которая позволит им в более поздних таймингах выйти на Б-точку. Также есть позиция в коннекторе у Тако. Ну и на плейграунде сейчас действует Cold Zero. Phelps рассматривает Short. Выпад от Liquid. Так, Ферр подходит на Хелпу. Ну и дальше Liquid решили не агриться. Поняли, вроде как, что их оппонент здесь довольно близко находится. И Phelps делает один минус, и на размене тут же Ферр забирает Тако двоих в коннекторе. Также делает два минуса. Последний падает на Б-планте. Это третий раунд для команды SK Gaming. Ну и сейчас будем смотреть за экономикой Team Liquid. JDM вроде как должен покупать АВП. Ну и у остальных будут Эмочки. Хороший бай, естественно, у команды SK Gaming. Интересно, как будет проводить сейчас Defense Liquid'а с АВП, JDM'а с Армором первым, да? Да, это будет еще сверху Смачок. Он раздумывал насчет того, купить ему просто второй. И остановился на выборе первого вместе со Смаком. Атака агрессивная от Liquid по лангу одновременно Банану. Ну, я так понимаю, что это вот это начальное занятие в Фонтанах. Но на самом деле тут будет раш от SK. Они пытались затушить. Вот этот вот оверпасс – это одна из самых непонятных карт по вопросу тушения Молотовых. Довольно часто просто Смак не действует против Молика. Твист тем временем получает на себя Моли. Откидывает сам по себя Смак, выживает на бочонках. Станислав должен максимально сыграть на размене под своего тиммейта. Но не получается разменять твиста, нитро. Хороший хэдшот один. И лишь тем временем внедряется со спины. Фэлл вместе с Фэром поняли, что они потеряли всех вообще, кого только могли. И самих себя тоже. Liquid'а провели замечательный дефенс, потеряв всего одного игрока. Но опять же, вот отсутствие, точнее невозможность потушить Молик на выходах, что на болоте, что здесь на больших песках. Это очень странная штука. Да, здесь довольно сумбурный такой раунд был от SK Gaming. И Лич, конечно, много сделал работы, ворвался в спину. Его никто не контролировал. Очень много дымов было на планете. И в итоге SK Gaming даже бомбу не поставили. Но тем не менее, закуп есть. Хороший. АВП от Фолана. Четыре калаша. Ну и SK Gaming попробует опять B-Plan. Так, он накидывает флешечку на шорт. Занимает монстр здесь бразильцы. И в этот раз они, возможно, попробуют просто даже без гранат на стильбу выйти. Но здесь опять же лежит дым. Я не думаю, что SK решат прям идти в смок. Возможно, подождут и потом сделают раскидку. И в итоге зайдут на B-Plan. Четыре игрока под B-Sтоит. У SK один в коннекторе. И Ликвиды, то звено, которое поджимало Лонг и Мидл, уже понимают, что это, скорее всего, выход B. Потому что там никого не было, никакого контакта. И вот он контакт на монстре. Сделали уже два минуса Ликвид. В размен сыграл Фолан. Но тут же Фолан еще и забирает Нитро. Три в три ситуация. Кулдзера все еще в коннекторе. Сейчас очень важное его звено, именно Кулда. Потому что он совершенно внезапно для всех выезжает против Элиджа. Раздамаживает его до 15 хп. Не реализовал преимущества. Ну, то есть раздамажил, да, с одной стороны. С другой стороны мы видим то, что сейчас еще и GDM заходит к нему со спины. Кулдзера, возможно, стоит просто тихать сейчас от Седова в сторону Болота. Возможно, даже в сторону Банана. Бомба будет подобрана Фоланом. И он хочет пойти все равно в сторону B-Plant-A. При этом все, Ликвиды полностью читают возможность подобного маневра. Ферр уже на девятке. Данислав перестреливается с Кулдзера. Вот он Ферр на девятке. Слайдшоу. Мы будем указывать, что будет в следующем происходить. Здесь очень долго стояли СК. У них бомба лежала на Монстре. Они выжидали каких-то агрессивных пиков от Ликвид. И в итоге дождались удобной для себя ситуации, чтобы поставить бомбу. Бомба стоит. Кулдзера уже делает минус по Элиджу. GDM один против троих. Пойдет ли он здесь брать раунд. Ликвиды в случае поражения в этом получают ресет экономики. Поэтому, наверное, есть смысл GDM засейвить. Да. Так и есть. Он отходит. И у него еще есть полотов при этом. Ну и неплохой сетап для сейва. Объясню вам ситуацию. У кого там лагает. У нас то же самое. То есть, чтобы вы понимали, мы в одних и тех условиях сейчас находимся. Это не наш стрим лагает. Это лагает та картинка, которую нам присылает Атланта. То есть, наши коллеги, которые должны давать нам, соответственно, свой клинфит. Ну и такое бывает. Я не смеваюсь, что сейчас уже там оперативная служба выехала на севера. И сейчас занимается тем, чтобы все это дело пофиксить. Неизвестно, правда, насколько все плохо. Но мы видим то, что достаточно часто все это проседает. Так что вопросы, к сожалению, не к нам. Если бы они были бы к нам, мы бы сразу же сделали все возможное и дали бы вам знать, как что. Но пока что мы не знаем. И смотрим игру ровно точно таким же образом, как и вы сейчас. Ну и не удалось засейвить GDM у АВП. SK Gaming выходит в сторону медла. Здесь небольшое укрепление с пистолетами от Liquid. Все-таки они отходят. Дальше решили не агрессивничать. И занимают более закрытые позиции с пистолетами. Здесь, конечно, будет тяжело взять раунд. Учитывая то, как закончилась первая карта, команда SK Gaming должна пользоваться всеми такими выгодными ситуациями и набирать преимущества как в экономике, так и по раундам. Два игрока стоят в коннекторе у SK. Это Такой и Фелпс. Трое под лонгом у бразильцев. Ну и медленная, медленная, очень аккуратная. Послайдовая. Я бы так назвал. Атака от команды SK Gaming. Частями, да, мы будем наблюдать. Маленькими. Ну и SK вроде как на улице стоят, ждут, хотят выйти и через лонг, и через бананчик. Зачистили они на B, правильно сделали, что немножко разнообразили свою атаку, пытаются выйти на A. WVP это, я не сомневаюсь, не тот сетап, который ухо хотел бы видеть здесь, но опять же это антиэкономический, так что ничего страшного. Еще успеет один AVAP посеять, потом купит себе калаш. Fallen. Смог. Я полагаю, что в сторону банка, хотя он в любой момент может изменить направление. Нитра на углу. Его прочекали, убили. Тем временем Faire убивает еще одного игрока на аппортной позиции B. Плунта. И нет, Faire, кстати, не убил. Да, он убил, но потом погиб. 5-1, друзья. И мы продолжаем наше замечательное противостояние в рамках E-League. Вот, но скоро мы пофиксимся, друзья. Нам сообщил наш режиссер, что есть варианты заменить сигнал. И, судя по всему, мы будем что-то с этим делать. Так что буквально через раунд, два раунда, мы увидим уже полноценный Counter-Strike. Ну, точно понятно, что у Liquid есть закуп. У GDM есть AWP. Он все равно контролирует middle. Произошел выстрел, но результат этого мы не знаем. Да, это был промах у GDM. SK Gaming стоит вдвоем под B-Plant. Три игрока на этой части карты у Liquid. Смоком уже откидывали. Афиганцы Short. Ну и два игрока стритна в пассивных позициях. Один под туалетом, второй под лонгом. SK очень... Прямо явно показывает свое присутствие на этой части карты. Да, там буст. Да, там буст. И Phelps вырубает игрока, который был на бусте. Это Станислав. Получает преимущество здесь SK Gaming численное. Но на оверпассе можно в дефенсе обороняться. Не то чтобы легко, но это не так сложно, как, наверное, на других каких-то картах. И Молотов на твиста. Он был на борьбе. Он должен поменять позицию. И Фер здесь делает первый минус. Твист на размене. Твист заканчивается патрон. И Phelps, опять же, на размене, в свою очередь, действует. И команда SK Gaming выходит на B-Plant. И, судя по всему, забирает шестой. GDM и Elegio, конечно же, нужно засейвить. Так оно и есть. И сейчас, соответственно, снайпи с комментовами с 7-4 перекачиваю следующий раунд для ТЛов. Вопрос там в том, сколько денег осталось. Я так понимаю, что будет, скорее всего, экономический раунд. Да, экономический будет, просто с двумя засейвленными девайсами не думаю, что там Ликвиды решат форсить. А какая у нас третья карта? Мираж. Да, Мираж. Мираж. Пока фиксит лаги, вы увидите наши морточки с Лешей. Я надеюсь, там, знаешь, тактическая пауза сейчас. Прямо под нас. Ну и чтобы Ликвид как раз им есть что обсудить. У них начало на оверпассе явно не пошло. Не складывается пока игра. Они вчера в атаке играли против Астралис, да, тоже. Сколько они там взяли раундов? Три, по-моему. Да, что-то такое. Здесь наоборот уже. Значит, у них лучше все было. Да, здесь уже наоборот. Они сейчас начинают в дефенсии, пока не могут собраться. Кстати, действительно, по-моему, таки пауза. Да. Смотри. Я Ванга просто. Кристалл, почеши бороду. Знаешь, это такой деваленок у меня на плече такой. Почеши бороду, почеши бороду, почеши бороду. Из чата вылезает. Мне нужен там ангел, который будет останавливать там ангел. Там ангел. О-о-о. Ну что ж, друзья, мы пофиксили. Теперь у нас есть нормальная картинка. Да. Так, ну и занимает middle SK Gaming довольно быстро. Накидывал колдзера здесь флешечки. В два АВП продолжает играть в атаке. Первый контакт с коннектора. Элитч там надамажил неплохо Фелпса, оставил его красным. И тут же Ликвиды отходят с коннектора, отпускают эту позицию. Ну и SK Gaming имеет информацию, что были их оппоненты на этой части карты. Но, опять же, есть люркер Фолланса ВП в коннекторе. Поэтому совсем скоро станет понятно, что коннектор отпустили. Ликвид, ну и SK продолжает двигаться в сторону Ланга. Ну а команда Ликвид угадывает, пока они стоят в четвером на точке. Один стоит под Б-плантом. Это GDM. Нет, это Nitro, кстати. И здесь, в этих таймингах, пока все позиционно складывается очень даже неплохо для команды Ликвид. Да, согласен. Только позиционно, я бы сказал, по той причине, что от Висту достаточно сложно здесь будет что-либо найти. Хотя с деглаун стреляет очень круто. Одно из молодых дарований дегл-мейстеров нынешнего поколения. И Твистецкий продолжается. И, кстати, замечу, что по фотке он очень похож на Миракла. Тот, смотри, тот в курсе, о чем я. Джейди отстрелит одного. Твист хорошо врывается, делает один килл лишним временем на размене. И ситуация меньшинства для SK в окончании этого раунда. После всех потерь Фелпс остался один. Вырубает Джейди. Ема тот сыграл немножко агрессивнее, чем, наверное, следовало. С другой стороны, у Team Liquid имеется контроль над бомбой. И лишь с армором. Нитро без него. Но уже подобрал себе снайперскую винтовку. Фелпс тем временем пытается прочекать андерграунд. Начинается лютый экшен на 7 секунд. Фелпс, на самом деле, мог бы идти сейвить, потому что он в любом случае проигрывал. Что он делал, только что вообще не ясно. Почему он не решил засейвить авик? 7 секунд до конца раунда. Он идет на туалет и тем более знает, где один точно. Ну, типа, выбивать девайсы. Это единственное, наверное, что я могу ему в оправдании дать. Но это очень странно. Согласен. А вдруг бы он умер еще после окончания времени. Это было бы еще больше боли для экономики. Ладно. 6-2, друзья. Гэбриэл Талет и компания все еще имеют возможности buy. Совершенно спокойно. То же самое касается Team Liquid. Которые взяли ЭКО и получают свое распоряжение WVP для Nitro и JDM. Так. Ну и сейчас смотрим, что у нас в дефенсе от Liquid. JDM поджимает Long. Контролирует он детскую площадку. Здесь с другой стороны Coldzera. Также два игрока у команды SK Gaming в коннекторе. Ну и два стоят под B с бомбой. И, в принципе, хороший раскид по гранатам SK Gaming. Сейчас они играют через контроль коннектора. Здесь можно довольно широко атаковать. Но посмотрим, как будут развиваться события. Твист сидит на болоте. Неплохая у него позиция. Но, опять же, без размены. Здесь очень интересная модель дефенса от Liquid. Если посмотреть на карту, там видно, что B-Plant они просто-таки отдали. То есть вот агрессивная позиция Твиста. Максимум, кто... Там, по-моему, один игрок стоит на девятке. Но это не точно. По-моему, не видно. Вообще, если позиция Твиста не выигрывает, а она выигрывает в этот раз, то он никуда же не уходит, да? То есть это чек лицом. При этом всё... Он всё-таки не уходит с этой позиции. Его Phelps перекрывает с коннектора. Слишком дырявая точка. Да, с одной стороны скажется, что там никто никого не ожидает увидеть. И это правда. Но, с другой стороны, если вы ошибаетесь там, то дальше всё идёт совсем не по плану. Тим Ликвид начинает перетяжку в сторону B-Plant. Здесь имеется Nitro, который тропнулся уже с балкона, с EVP. Не самая гибкая позиция, не самый гибкий девайс. Но Phelps погибает. При этом всё, мы видим то, что СК решили сделать фейк. Оставив Phelps на B-Plant. Кстати, более чем грамотное решение. Отправь мясного парня на B и втроём бежим на A. Но план не работает, потому как Team Liquid показывают бронебойность на точке при помощи Станислава и JDM. И лишь делает заключительный фраг, и это 6-3. Так вот, они нашли, как использовать Phelps и его сумасшедшую неограниченную агрессию. Просто берёшь и запихиваешь его в соло-люркера когда-нибудь на плент, продаёшь его на мясо и всё отлично. Нормально. Ну, я согласен с этим. Кстати, Phelps набил максимальное количество фрагов среди своей команды. У Fallon 2 фрага за 10 раундов. Из них 6 раундов взяли СК. Ну, это пока не критично. Тут СК-гейминг, в принципе, впереди. Но мы видим, что в двух раундах подряд у них не получается даже зайти на плент и поставить бомбу. Поэтому рано или поздно денюжки закончатся. Ну, вот здесь вот есть бай. Одна ЦЗшка, четыре калаша. Неплохой набор по гранатам. На плейграунде играют сейчас три игрока бразильского коллектива. Один в коннекторе, один стоит под B. Ну, и Liquid в начале этого раунда играют без агрессии. И три игрока на b, два игрока на а. Разделены друг. Друг, 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 друг разделены. Разделены друг. Разделены друг? Да. Ну, один разделен и второй разделен. Друг. Друг напротив? Нет, не напротив. Друг от друга. Друг от друга, да. Вот так. А, ты это искал все это? Да. Хорошо. Ступор, ступор, забыл. Бывает сейчас. Ну, и СК по-прежнему контролирует коннектор, но вот за счет контроля коннектора, мне кажется, что нужно играть немножечко активнее и шире с точки зрения выхода в middle и выхода на B. Но они здесь максимально пассивно отыграют, то есть просто закрывают эту позицию одним игроком, в данном случае это Phelps, и идут сейчас на B-plan. Там три игрока у команды Liquid, и не знаю, честно говоря, мне очень слабо верится в то, что СК смогут нормально зайти на B-точку. Ну, раскидки здесь могут порешать, просто если они грамотно отсекут ту же самую колонну, то все будет у них замечательно. Пошли, кстати, раскидки, заход, твист в упор, играет, умирает, для литра то же самое, проигрывает свою позицию, но Стани Слоу пока что имел, что возразить по поводу этого захода у Илижи. Шикарная позиция сзади, но Phelps отыгрывать на все 100% в этом микромоменте JTM должен уже будет один. Наверное, сейвить и ВП вариантов тут просто нету, они не просматриваются. JT, правда, останется здесь, но его вспалили, кажется, ему дали очень хорошо это понять. Стреляя в его сторону, сказал, молодцы, ты говорил, что не очень, но тут твист продался, хорошие флешки, он вообще ничего не видел, то же самое касается нитро за колонной. Так что, грамотно, грамотно. Очень странно это смотреть, да, Санкт-Петербург, с плохим закупом, да, СК гейминг здесь заходит на B-точку. И там три игрока на B, вообще ничего не смогли сделать с этим выходом. Отличный фраг от JTM по фоллу, но все-таки засейвит, скорее всего, свое АВП. Да. Ну и там смотрим на денюжки ликвидов. Так, сейчас мы пока этого не увидим, нам повтор. Вот он так, неплохо. Ну, опять же, да, размин не сработал для ликвидов, они могли бы втроем сделать хотя бы там два минуса. Этого не произошло. Ну и теперь закуп от ликвид, ликвид такой квази-бай, 2 МП-9, 2 М-ки и одно АВП. Ну и УСК гейминг 5 калашей. 7-3 в атаке, очень хороший счет на оверпассе, хорошее начало в целом этой карты после того, что мы видели на Инферно. Ну, играют сейчас бразильцы через коннектор. Как потерять 16 хп, дропаясь в коннектор, используя лестницу? Откуда? Ну, они вот просто упали, да, сверху Phelps 92 и Fallon 92, а потом Fallon еще подгорел, стало 89. 16 хп на ровном месте в самом начале раунда. Но да, это все мелочи, на самом деле, из которых, конечно, складывается игра, но здесь не факт, что это хоть какое-то влияние будет иметь. Fallon делает 2 кила на выходе с коннектора. Нитро упал, лишь несчитаемая совершенно позиция для Colt Zero. Из позитивного, да, Colt хотя бы не нес бомбу, потому что если бы Zero ее нес, вот это был бы переворот совершений, что СК пришлось бы вернуться обратно, это было бы время. Может быть, при помощи него Team Liquid смогли бы получить свое распоряжение. Пару трогов врагов. Твист хорошо все сделал, просто сквозь смог прошиву. И лишь тем временем заезжает спину своему оппоненту Така. Проседает до 40 хп, ему очень сложно здесь бороться. И лишь выкидывает свою амку, как герой, решает, что перезаряжаться это не для мужиков. Для мужиков принимать в лицо просто. С Калаша, Станислоу вместе с Твистом 2 на 3. При этом всем шикарные позиции УСК отлично оттянулись в сторону Лонгу, в сторону Банана. Там еще один игрок вообще на фонтанах, только вдумайтесь. В это Станислоу убивает Така. И вот сейчас-таки начинается перестрелка против Фоуна вместе с Флэром. И Твист минусует всех. Но они проигрывают раунд. Бомба взрывается. Не было щипчиков. Твист молится просто. Да, неплохой ретейк от Team Liquid. Сделали они фраги всезаключительные, но вот момент Лиджа. Но он понимает, что произошло. Он должен был убивать своего оппонента и вроде как правильно действовал. Но не хватило немножко такой фактор удачи, если сыграл здесь в пользу. Команда SK Gaming. Они забирают восьмой и денег у Liquid нет на полноценный закуп. Станислоу засейвил калаш. Ну и команда Liquid будет делать эко. ФР покупает Мак-10. Так вот так же с Маком будет. Три калаша. У остальных игроков команда SK. Но здесь пока, конечно, бразильцы выглядят намного увереннее, чем на Инферно. И уже по такой игре, по такой динамике нужно, конечно, добирать оверпасс команде из Бразилии. И потом уже на Мираже разбирать своих оппонентов на запчасти. Но Мираж и Ликвид традиционно неплохо играют. Поэтому, кто здесь победит, пока все еще не ясно. И особенно, опять же, смотри, да, у нас получается, что одна карта от одной команды в одни ворота, другая карта от другой в одни ворота. Пока, по крайней мере, в атаке здесь вообще SK просто разваливает Liquid. И, наверное, какая-то должна быть тенденция. Или же, наоборот, не знаю. Третья карта должна быть жесткой. Хотелось бы, по крайней мере, ее увидеть. Пока Liquid мы видим что-то в дефенсе на оверпассе, но не могут. Будем надеяться, что они преподнесут нам пару траку сюрпризов на атаке. Кроме этого, на девайсных раундах Team Liquid все-таки борются. Просто не хватает совсем немножечко. Вот в предыдущем раунде не хватило буквально там сколько-то пяти секунд, наверное, четырех секунд. Но атак. Поун и компания, вот даже несмотря на то, что ошибаются, да, дают большинство своему оппоненту, все равно находят способы, чтобы вернуть себе равенство по силам и выйти, в конце концов, победителями. На B-план заход от SK, тем временем Поун занимается люркингом. Он говорит, пацаны, идите туда. Кстати, вот когда усы свои тоже трогаешь, я тоже слышу. Но я не агрюсь на это. Така, выход против нитра. Хорошо все было сделано. Зафармил, 600 долларов получил и доволен должен быть 100%. ФР пошел фармить JDM'а. Дальше убивает еще и твиста. С напрыгу прям, с напрыгуньку минус Танис. Соло остается только Илиш. И Илиш оказался тем самым камнем подводным, которого ФР здесь не ожидал видеть. Илиш будет сейвить. Девятый раунд для команды SK Gaming. Тут была возможность у Liquid засейвить два калаша, но мы видим, что отлетел Станислав. И Илиш сейвит. Сейвит. Что делать Liquid'ом? Liquid вроде все правильно делают. Нельзя сказать, что там хороший баланс между агрессией, в дефенсе и закрытым видом защиты. Но вот просто SK как-то уже набрали оборотов. И уже SK начинает перестреливать своих оппонентов. И Liquid как раз-таки на позициях ничего не могут сделать. Это был экономический раунд. Позитивная новость заключается в том, что засейвили калаш. Возможно, сейчас пауза. Нет, не пауза. Все-таки продолжает дальше играть. По четыре фрага у Станислава и Нитра. Возможно, где-то даже не хватает немножечко Liquid'а. Ну и есть закуп. Три МК и один калаш. Одно АВП от GDM. Ну и опять же мы видим, что у SK нет проблем с деньгами. Тусят они под B. Накидываются гранаты. Пока нет еще выхода. Phelps тут один в коннекторе. Илиш уже на РСП. И команда Liquid фокусит втроем B-Plant. Ну и один в коннекторе. Это сейчас позиционка такая, что Liquid просто должны закрывать B-Plant. Но подожди. Если SK вообще пойдет на коннектор, они же могут это сделать. Илиш пережал. Вот сейчас нам нужна его вебка. Серьезно. Вот прямо сейчас нужна вебка Элижи. Потому что парень просто жестко пережал. С одной стороны, согласитесь, Колзера занял крутую позицию. Чекал прям жесткую спину. Да, там глубоко, далеко. Но SK все это время еще имеет все шансы просто перейти в другую сторону. Так, открывает двоих с шашлыком. Станислава остается один. И надо сейвить девайс. Что за раунды, друзья? Казалось бы, идеальная позиционка у Тейла. Все шикарно. Просто со всех сторон зажимаешь своего оппонента в момент захода. Просто потерпи немного. Но SK переламывает хребет. И вот этот момент с подпушем ZZ я что-то не очень понял в окончании раунда, где Атака сделал даблкил. Ну, они же типа, смотри, сделали минус SK гейминг со спины. И они остановились. Они не сразу начали заходить на B. Поэтому ликвиды думают, ага, ну, скорее всего, если сделали минус на B, надо здесь сейчас делать выпад на болото и проверить. И вот они в шарте как раз были в таких полупозициях, когда сделал выход на них Таку. Вот и все. А здесь, конечно, ошибка от Илижа, потому что вы втроем на B. У вас один чел сверху коннектора, и ты пришел с медла. То есть очевидно, что твои оппоненты закрыты на карте под B-плентом. И информации как раз-таки от твоих тиммейтов нет о том, что это выход, ну, что они уже заходят. Это значит, что они могут еще оттянуться. Это значит, что здесь где-то может быть как раз-таки такой замыкающий последний люркер, который и сделал, собственно, минус по Илижу. Здесь вот ошибка от Илижа. То есть он занял, вот вылез, сверху был, сверху коннектора, стоял, позиционка отлично. Все, нужно было дальше просто стоять, не нужно идти. Двигаться нужно было только в том случае, если уже начинается заход. А заход не начинался, стояли просто СК под B. То есть была вся информация, все было для того, чтобы выиграть этот раунд у Ликвид. Но вот одна ошибка свела все. Заход на большие песочки не удается. Фелпс решает тоже отойти обратно. Понимает прекрасно, что это может стоять ему жизни, если он продолжит свой пуш на B-плент. Ну и начинает Ликвид с положительного момента, да, с приобретения большинства для себя. И что касается Илижа, в этот раз мы видим то, что Тим Ликвид не поджимает вообще никуда. Решили играть более-менее дефолтно, поставили двух игроков в туалетах. Трех на B. И продолжение атаки достаточно медленное. Вот СК заход на болото. Така ожидает своих оппонентов на ЗЗ. Но Ликвиды не будут двигаться даже. Зачем, у них большинство, им смысла вообще никакого нету. Что-либо пушить, где-либо информацию получать, какие-либо фраги приобретать. Им просто надо от упора играть сейчас. И Така это прекрасно понимает. Смог, кстати, кривой. Но тут главное видеть, что в этот Смог так он не пойдет, по крайней мере, пока. И там, в общем-то, на спуске тоже никого нет. Тут максимально Трайхарди от СК Гейминг. Стоят вдвоем под B. Два игрока сейчас выходят на дугу. Здесь вот будет контакт. Я так понимаю, это звено должно фейковать. Это Фоллен и Колдера. И что там у нас в туалетах? Какой-то их очень близко. Их сейчас запрут со спины. И лишь шикарный поджим. Минус один, минус второй. Все. Но тут так, как вместе с Фелпсом пытаются открыть этот плент. У них получается это как минимум сделать. Но проблема в том, что Така не успеет даже бомбу поставить. Несмотря на присутствие Смога, здесь все равно в упор стоит еще и твист. Постановка бомбы. Свидание. Лишается так, как своей головы. И это еще один... Дочнее, не еще один, а один раунд для Team Liquid на протяжении нереальной серии от СК Гейминг. Ну и так уже Liquid M нужно забирать пятый и включаться в атаку на оверпассе. Потому что для них оверпасс начинался не самым лучшим образом. Но вот здесь есть возможность исправить ошибки. И учитывая то, что у нас у СК Гейминг сейчас будет очень плохой бай. Три калаша. Ну не то, что очень плохой. Это не очень плохой. Это такой бай. Полубай, недобай. Но тем не менее. Две ЦЗшки, три калаша. И что? СК Гейминг решили подпушить Б-плент? Снова? Ну, интересно. Вообще, очень мало Аплента от СК. Замечу, что у них он был достаточно удачным. Среди тех, что он был вообще. Но как-то... Ну, в предыдущем раунде можно сказать, что это был относительно А. Два человека все-таки пытались его пропушить. Фелп с тем временем въезжает на ногах со своей ЦЗ. И получает по щам от Нитро. Вот просто дает даблкилл. Така декаптирован. Фаллан пытается работать. Дает даблкилл на Твиста и Илижа. Но дальше он должен выловить здесь еще и Нитро и Станисова. Плюс еще и Джей Диэм. Стоит на балконе. Колзер остается один. Только-только пришел. Спрашивает, где вся его команда. А вся его команда лежит перед ним. До свидания. Ну, здесь добирают его уже, последнего игрока, команда Ликвид. Забирает и выигрывает последний раунд в первой половине. Счет 5-10. Но, как мы видим, игра в атаке неплохая от СК. Позволила им взять 10. И это, конечно, очень хороший такой задел для того, чтобы выигрывать карту D-Overpass. Ну, пистолетка Ликвидом нужна. Кровь из носу в атаке, да? В принципе, О. Кстати, есть шанс, чтобы их слышали только мы с тобой. Думаешь? Есть такой шанс. Да, и так и есть. Там, друзья, просто была эта знаменитая елиговская мелодия, в которой... Такой ранний дипи-шмот. Нет, это уже продолжение мелодии, да. Надо сейчас... Ладно. Нет, что самое главное, что мы ее для вас без какого-либо продолжения использовали. Можно ее, в принципе, уже постепенно убирать, уважаемый режиссер. Он видишь, ребята поняли сразу, о чем разговор. Конечно. Или же услышали просто. Это топовая мелодия, на самом деле. Она просто... Это лучшая мелодия у всех киберспортивных. Знаешь, я не могу просто вспомнить другие мелодии, но эту я помню всегда. Не, у Нью-Йорка, кстати, в доставке очень классная была. Была классная, да Но запомнил ты все-таки эту больше Ну конечно, ту я даже воспроизвести не могу При том, что я играл на пяти инструментах Но вот это вот, конечно Надо на гитаре выучить на самом деле Дома исполнять, просто сидеть Ладно, друзья Что вообще по делу Пять раундов это хорошо, ликвидам просто нечего терять То есть это из позитивной информации для них В любом случае они здесь не проигрывают Если проигрывают карту Потому что у них уже одна за ними А именно Дейнферно, которая играла с первым В этом было три противостояния Это для тех, кто только пришел И это очень важно для ликвид Потому что когда у тебя руки развязаны Ты можешь делать больше креатива на атаке Ты будешь действовать разнообразно И я верю в то, что если появится пистолетка И еще плюс два раунда То это даст нереальную уверенность лошадкам На этом оверпасе А что касается СК гейминг То задача прозрачная Да Взять пистолетку Устоять против форса И все И там уже будет у них какой гандикап? 13-5 Изи катка, все просто Ну если они даже не берут пистолетку Это еще тоже не страшно Показывает нам нереальный совершенно пролетище Но это, кстати, еще неплохо И я такой даже не видел, мне кажется Все пролеты у лиги, они какие-то угловатые Вот если именно там пролет-пролет Потому что ручками делаются Ручками Нет, все правильно, все хорошо Нет, этот не ручками был сделан Я не об этом Я о том, что именно нормальные пролеты Они вот типа камера повернута Как будто, знаешь, ты таким с вопросом Поворачиваешь голову Такой шоу Камера попугайчик Станислав и Твист Два дыма и четыре флешки Такой набор по гранатам у команды Ликвид Смок на Хелпу Это точно Два смока на Хелпу Так, и там уже внедрение пошло от команды SkyGaming Плент-атаку Не залетает Станислав и Лидж Открывают Плент Изи катка здесь для команды Ликвид Фелл делает минус на размене Фолл приходит на Хелпу У Фоллена есть щипчики Делают тут же буст Игроки команды Ликвид Лиджу не стоит дальше идти Но он идет и делает минус по Фелпсу Хотя мог сохранять позицию И держать на себе своего оппонента Тем не менее Нитро делает минус еще и по Феру Фоллен один в четыре Вот такая вот пистолетка Незамысловатая Довольно простая в исполнении То есть два смока на Хелпу Это очень хорошее решение Когда ты заходишь на Б-точку Очень сложно с глоками Перестреливаться против USP Которые стоят в районе граффити В районе Хелпы Здесь вот эти вот два дыма Были направлены именно на то Чтобы отрезать Вот этих вот игроков Которые стоят на Хелпе Ну и плюс еще конечно Буст на девятку И Лидж там отлично отыграл В конечном итоге И команда Ликвид забирает пистолетный Да Очень крутой Наигранный раунд Явно нашифрованный И натагнированный На все сто процентов В тем временем МСК берут два армора Себе на форсбайе Мак-7 от Фелпса Два дизертыгла От Така и Фолла Но опять же С нынешним моим панчем Замечу я Стало легче Немножко ощущаться игра Без армора я имею ввиду Да, дэмэджа все равно Вписывается довольно много Но это не проблема Если ты из декла Там ваншотишь кого-либо Тем Ликвид в свою очередь Заезжают на киндерплац Играют супер аккуратно Я не сомневаюсь Что все раунды Которые мы будем видеть На атаке Будут примерно такими Скорее всего Они не смогут позволить себе рашей Как делали СК Несколько раз Кстати первый раш Когда СК делали на Б Они отдали раунд Это был самый первый раунд Который они отдали ТЛ Возможно Если бы они даже Его не отдавали Там мы не увидели бы 10-5 Соответственно мы увидели бы Там 11-4 Или 12-3 И игра бы пошла бы Совершенно по-другому Даже несмотря на взятую Пистолетку со стороны ТЛ Ну да Там Ликвиды вообще взяли Экономический раунд За сейвленным одним По-моему девайсом Или с двумя Не помню Ну что-то такое Что-то такое, да Фелп с дробовичком Находится у нас на болоте Контролирует коннектор Фер в туалетах Ну и команда Ликвид Очень медленно Но уверенно Двигается через туалеты На лонг Вернее через лонг В сторону туалетов И GDM Все-таки забирает Фера Был близок к тому Фернадо Чтобы сделать минус Но не залетело В конечном итоге Твист делает Также минус По Фелпсу И команда Ликвид Начинает сплитом Заходить на точку Здесь пока только Фоллен Ну и проблемки Здесь у Габриэля Его вырубает Нитро Отличный заход От Ликвид Все Исполнено Хорошо Смог в банк Смог на хелпу И Нет возможности Здесь даже сделать Фраг у Колдера По крайней мере Пока Атака уже идет Сэвить свой дигл На монстр Ну и Ликвид Забирает седьмой раунд К себе в актив Да, очень спокойная игра От Тейлов Я на самом деле Очень рад тому Что все-таки Кто-то в Северной Америке Научился играть Вот таким вот образом Не супер дефолтно При этом всем Не растягивая Очень долго Но видно Что есть какая-то Определенная организация Внутри команды Есть командные движения И синергия Между игроками И это все Принес именно Нитро И я вспоминаю Предыдущий момент Капитанства Нитро Он продолжился Буквально месяц С лишним И тогда Команда просто Стала играть еще хуже Чем перед этим Вы помните У Ликвидов Вообще была Большая проблема Именно с капитанством И они как раз таки Из-за этого Взяли себе Станислава Из оптик Потому что У них С уходом Вот этого правила Да Это кстати Ликвид Это вторая команда Которая потерпела Очень сильно От нового Введения По поводу тренеров В данный момент Они играют Они играют Антиэкономический раунд В коннекторе Твист Станислав Под Б Троица Ликвид Выдвигается На лонг Довольно уверенно Они там двигаются В сторону Аплэнда Очень смешно Сейчас по карте Все двигаются Такое передвижение Знаешь Как муравьи бегают Меняют свои позиции Ну и Ликвид Точно уже Будут заходить На А точку А СК гейминг Угадывают Они идут на Аплэнд С пистолетами У Кулдзера Есть тяжелый армор И ЦЗ И Кулдзера В принципе Может доставить Проблемы Своим оппонентам Но если ты Обратил внимание То вот Проблемы С игрой У Кулдзера И Фоллэна На оверпассе Всего-навсего 6-7 фрагов Соответственно Ликвид Заходят на точку Кулдзера Делает два минуса Два в два ситуации Тут же в спину Заходит Фер Забирает GDM Отличный раунд В итоге От СК гейминг Можно забирать Эко Твист Один против двоих Фер не ожидал Здесь увидеть своего оппонента Твист откидывает флешку 40 секунд до конца раунда Бомба лежит Под лонгом И Твист по-моему Даже не подозревает О том Где находится Кулдзера А Кулдзера Отошел на лонг И с Калашом Просто на дистанции Просматривает бомбу Ну смачок есть еще У Твиста Решает Твист сыграть Через душевую Я так понимаю Нет Он прочекал спину Подумал Что возможно его обходят И он в принципе прав Просто тайминги не те Смачок надо поставить Прямо сейчас На аплент Дойти до бомбы В чем проблема Вот так он и делает Все окей Поставил И теперь под смог Ставить бомбу Пожалуйста Правильно Все А вот теперь он вообще Не знает что Кулдзера Прямо перед его лицом Твист будет чекать спину Погибнет Кулдзера вытащил Для своей команды Важнейший раунд И это Триплкил от него И 11-7 Друзья Из-за селленой ЦЗшка с армором С прошлого раунда Здесь он на пятаке Просто Остановил всю атаку Команды Ликвид И Честно говоря Очень тяжело было поверить То что здесь СК могут взять этот раунд У них там ничего не было Весь Уууу Так Ну вот мы уже видим эмоции Заведен Кулдзера Ну надо уже показывать игру Нужно Нужно бороться Нужно включаться Потому что СК Выглядит Не самым лучшим образом Здесь конечно Хороший переворот Вот у нас Кто там на Фелпс И Тако Играл плохо На Мираже Здесь плохо играет Фоллэн и Кулдзера Но Кулдзера только что Взял раунд А до этого Я же говорю Там 6 фрагов У него всего было Ну и взяли Почередное выпадание Да Взяли паузу Тайм-аут Паузу Тайм-аут Сволнуется Прямо ходит Там весь видно Что у него под стрессом Ну потому что да Можно сгореть От такого раунда Ты понимаешь Самая большая проблема Это Враг Любой команды Во время выхода На точку Это суета И здесь вот Понимаешь Ты У тебя не должно быть Суеты У тебя должно быть Все четенько Разобрано Да То есть если ты кидаешь Там смог туда Ты смотришь одну зону Второй игрок Смотрит ту зону То есть они При выходе Они говорят Я взял это Я взял это То есть Как тут на ровном месте Создаются проблемы Непонятно Проблемы создаются Из-за суеты То есть очень много Какого-то видимо Спама было Какая-то лишняя информация То есть кто-то кричал Да там И вот такой вот сумбур Неразбериха В итоге Не позволила команде Ликвид взять раунд И конечно же Изюз От этого всего Может немножечко Подгорать Не исключено Тем не менее Несмотря на то Что отдали Экономический раунд Ликвид У них есть сейчас Деньги Четыре калаша ВП Дждема Ну и собственно У СК Гейминг Тоже нет проблем С деньгами Хороший набор По гранатам Есть щипчики И должна появиться Какая-то уверенность Уже у бразильского коллектива Как он не попал Странно вообще Просто там должен был Быть выстрел в голову Но не получилось Причем он Прекрасно читал То что будет флеш Как обычно Дефолтнейшая При открытии лонга Вернулся от нее Подождал Вышел Но в конце концов Этот выстрел Не принес ему Положительного результата Элиш начинает С раскидок Смока на лонг Закрывает там Соответственно Вижен Сейчас Ликвид Получает возможность При помощи этого смока Подойти в упор Капленту Если конечно Они этого захотят Смок от Фоуна Уже на банане Он перенес свою Снайперскую винтовку Против Элиша В туалетах Тот погиб СК Гейминг Начинает уже с большинства Тем Ликвид Пытается выйти дальше Джей Диэм Отличный выстрел В ответ Размен пока что Один в один При этом всем Смок здесь скоро Развиться Фер стоит у угла Его просто не прочтут Никоим образом Нитро убивает одного Страница Выходит на размен Три в три Ситуация Твист Выходит на Аплент И убивает Фелпса Колзера вместе с Така Достаточно сложная ситуация Колду надо подождать Своего тиммейта Который приезжает в спину Но Конечно Джей Диэм Уже будет смотреть эту спину Не Джей Диэм Прошу прощения Кто там Да Джей Диэм Будет смотреть спину Бомба будет ставиться Твист этим занимается Така выходит Джей Диэм Сыграл не наилучшим образом Твист убивает Так в ответ Колзера все еще в углу Не считается Станислав Не проверит этот угол Но Твист все-таки будет Тем самым последним Выжившим звеном Тим Ликвид Трипл килл от него Замечательный отыгрыш От молодого бойца Бывшего ТСФ Наконец-то нам подвезли Контерстрайк Вот я прям сейчас вижу Уже знаешь Такой хороший экшен Размен Выход Динамика Опять же у Колзера На самом деле Были все шансы Взять этот раунд У него позиция была идеальная Но просто очень тяжело прочитать Приходит Станислав Да Кстати тоже непонятно Немножко от него мув То есть он совершенно Не ожидал увидеть Оппонента в банке То есть где-то он просчитался И почему Колзера Не ожидал справа Ну как У тебя один приходит И ты же не можешь ожидать Что у тебя два игрока В этом тайминге Стоят с правой стороны И Твист был красный Абсолютно И вот повезло Повезло Здесь конечно же Ликвид именно в этом моменте Посмотри на байт Папа Фоу Он говорит Пацаны Я Габриэл У меня ВП Я сейчас всех убью Вы ничего не боите А парень не боит При этом делает даблкил На коннекторе Отвратительные ошибки О Тим Ликвид Только что Супер потный раунд Забрал им Твист И они все равно Продолжают ошибаться Фоллун Шикарная стрельба По Станиславу Хотя у Станислава Было привилегированное положение Он бил в боковину Фоллуну Джейдем вместе с Твистом Два на пять Ситуация супер сложная При этом всем Даже один из игроков Выпадает из серфера Ну вполне возможно Он просто делает реконнект Вот такой вот переворот Сразу же от СК Гейминг Фоллун Добольно Странный здесь закуп Конечно Но не он Зарешал Зарешал Фер Который с П-250 В соло Похоронил выход Из коннектора Команды Ликвид Ну и Твист С Джейдемом Сейчас разделены По карте Твист проходит Через лонг В сторону Точки А Увидел он там Оппонента В банке Это Фелпс Он дал информацию Своим тиммейтам Те сейчас наверняка Будут перетягиваться В сторону Точки А Понимают Что это выход Именно сюда Твист Но он еще не прочекал Там в туалетах Есть оппонент Голдзера На машине В итоге Так вот делает минус По Твисту Который как раз таки Морозился под туалетами Фер забирает Джидема Отличная работа От Фернандо Три килла Здесь Ну вот просто Посмотрите на это Вообще без вариантов Просто Просто аннигилировал С пестиком И 12-8 12-8 В свою очередь Уже ресет экономики Для Ликвид И наверняка Там денег не будет Они решают Форсить Терять им нечего Хотя Можно было бы подумать Но не суть важна Суть в том Что здесь Ликвидом надо Как-то возвращаться Рашбэ что ли Или что это Нет Бомба уходит в коннектор Выглядела изначально Как рашбэ Так вот Знаешь Папа Фоллун Просто собирает всех В кружок Говорит Смотрите У нас стратегия такая Я беру авик Нет Отдаем девайсный И берем экономический Чтобы всем было еще веселее Ну серьезно Два экономических раунда От СК После этого Они отдают девайсный Ну вы серьезно? Как вообще? Ну и он говорит Я возьму авп Мы сыграем 4 пистолета И один авик Да Ну авик честно говоря Не сильно повлиял Но пистолет от Фера Ладно Тим Ликвид В свою очередь Пытается с форсбайом По этой логике СК должны Этот девайсный еще отдать Хотя Конечно Это будет довольно сложно Уже вряд ли Уже сейчас Я думаю Что СК понимают Как уже Добрать 4 человека На Б-пленте В защите Полностью блокируют Все выходы на Б-плент Бомба была потеряна Тим Ликвид И лишь вместе с Нитро Отправились в следующий раунд Станислав с Жей Диевом Не выдержали напора Свист пытается сыграть Хорошо Выловил сейчас Фелпса Который прямиком Садился ему На лицо И 13-8 И что теперь Вопрос К Тим Ликвид Остается открытым Потому что экономики-то нет Можно просто форсить уже До конца До упора Да До самого Ну сейчас-то уже точно Нет смысла Можно сделать эко Ну С другой стороны Можно было и в прошлом Сделать эко с глоками Попробовать в этом Купить что-нибудь Получше Типа Галилы Не знаю Те же ЦЗшки Но это не точно Это не точно Там пытались уже Ликвид Как-то перевернуть игру Понимали они Что отдали эко И вроде как Тут ресет на ресет Можно вывести Все это дело Ну и с пистолетами Пушили Бэплэнд Но не получилось Фер поджимает лонг Набирает уверенности Копает двоих Копает третьего И копает практически четвертого Твист все-таки убивает Фернандо Подберет сейчас М4 Но опять же По нему есть информация И за ним уже выехали С лонга Фоллан Делает минус по твисту Это 14-й раунд Для SK Gaming И Team Liquid Сейчас будут закупаться И действовать Без права На ошибку Но ничью Они еще не отдали Это из позитивного Но Как тут все это Свести Хотя бы К двум-трем раундам Подряд Это вопрос Я думаю Я думаю Что они готовы Здесь на сражение Опять же Ничего страшного Если проиграет Оверпасс Поэтому могут сражаться До конца Молики Смоки В руках У Твиста и компании Не то чтобы Оптимальный бай По количеству Раскидок Но Калаши имеются И это уже позитив Выход дальше От Твиста Флэр На контратаке Флэшка прошла плохая Поэтому никто Вообще не зафлэшился Молик Зонит Ну Классическая Атака В начале раунда От СК Конечно же Дальше Они идут Более пассивные позиции Флэн остается В туалетах Откидывает пару флэшек Которые сам же И получает Ферр Выходит с коннектора Убивает здесь одного Вообще без размена Никто совершенно Не ожидает Увидеть там Ферра Убивает еще и Станисло Как эти люди Стреляли на Инферно Кто-нибудь мне расскажет Да Вот Ферр видно Что разыгрался Все Вот он уже чувствует Игру И начинает просто Летать по карте И убивать Это Ну это вот его игра Это Вот видно что Фернандо Поймал Поймал волну И сейчас просто На доске там Рассекает по волнам И Уничтожает своих оппонентов Два минуса от него Притом постоянно Агрессивно он действует Сейчас уже Заходит в спину Ферр В коннекторе Тако Ну и смотри Развал Знали Знали Ликвиды Что он в коннекторе И все равно пропустили Его в спину И в итоге Элитш остается Один против В четверых Релот от Фера И квадрокилл От Фернандо Отличная работа 15-8 Ну все СК теперь уже Похожи на себя Мы видели раунд От Колдзера Мы видели действия От Фера Фоллэн также подключается Начинает попадать С ВП И команда СК В рамках одной встречи Потихоньку разгоняется Потихоньку набирает форму И начинает показывать Хорошую игру То о чем я говорил Им вчера явно Не хватало Именно БО-3 серии Для того чтобы Набрать Вот форму Да Разогнаться БО-1 Слишком неприятный Для бразильцев формат Особенно против Хероиков Таких Против вообще Слабых команд У них очень часто Проблемы Да Это видно Зуз Рассказывает Своим тиммейтам Что ну пацаны Он уже проиграл Легшовый Я не знаю Погнали на мираж Давай дисконнект Нет Нет Еще хотят поиграть Немножко Взяли тайм-аут На счете 15-8 Не то чтобы Да я не верю В такие варианты Но просто шансов Правда очень мало Но Такие тайм-ауты Дают возможность Сыграть какой-то раунд Наигранный И просто как минимум Его хотя бы Попробовать Да На официалке Получить какой-то опыт Сейчас должен быть Бай Всего что только есть Там Галил Умп Калаш Цз И еще одно Умп В стане У Тимликвит Появляется Лошадки Побежали Дждм При этом Всем будет играть Еще и без армора Не самая приятная Конечно новость Для него Но Как-то там Не рассчитали Так Покидают Да Цзшку для Дждм А как раз Умп Он отдал Станислава Ну и заход на Беплент Просматривается Здесь от Эллов При этом Всем Ферр дает Информацию О том Что парни Я тут пропушил Лонг Никого здесь нету Это значит Только одно В большинстве случаев Така Выходит Даблкил От него Сразу же на размене Играет Илиш Но Слишком уж много Теряет Тимликвит На этом заходе Теперь уже Фелпс На хилпе Вместе с Холдзера Стоят Как статуи Ожидают Выхода от Тэллов Надо поставить им Бомбу по-быстрому Фелпс Понимаешь Что только что Тут взорвали Просто это болото Фолон убивает Илиша Остается Станислав На маленьких От колдзера Находится на хилпе И Станислав Падает Последним 16-8 Друзья Поздравляем СК С победой На второй карте С примерно Таким же счетом Что и поражение На первой Соответственно 16-9 16-8 У нас получается серия Пока что Какой-либо борьбы Полноценной Наверное Мы не увидели Но карта Все равно По качеству игры Лучше чем Инферно Да Поинтереснее И моменты были Даже поинтереснее Ну и вот СК уже раскрылись Было видно На оверпасе Что они Чувствуют себя Намного лучше Чем на Инферно Ну и теперь Мираж Должен уже быть Знаешь Таким апогеем Всего этого То есть Рваниной Рубиловым И всем Самым интересным Друзья Не уходите Я думаю Что минут 10 И мы вернемся Комментировать Карту До Мираж Это финальная карта В этом противостоянии СК Гейминг Против Тим Ликвид Редактор субтитров